Экзотический недуг. Вспышка заболевания лихорадкой западного Нила зафиксирована в Волгоградской области. Более ста случаев, некоторые из них с летальным исходом. Между тем, иностранной болячкой в Волгодонске заразились уже трое. Все они сегодня находятся в инфекционном отделении первой больницы. Как избежать заболевания и что оно вообще из себя представляет, сегодня узнавала наша съемочная группа. Михаил Скрипов на больничной койке находится вот уже несколько дней. Мужчина активно идет на поправку. Рассказывает, вирус настиг внезапно, очень похожий на обычную простуду симптомы, высокую температуру. Головные боли сначала пытался вылечить самостоятельно, однако состояние только ухудшилось. Поднялась высокая температура, почти 40 голов. Слабость, озноб, головные боли. Тяжеловато, страшновато немножко. Потому что по телевизору слышали, что и летальные исходы там были. Еще двое больных экзотическим недугом также находятся в инфекционном отделении первой городской больницы. Их жизни, к счастью, ничего не угрожает. Источники заражения во всех трех случаях – комары. Вирус лихорадки от человека к человеку не передается, только через укусы кровососущих насекомых. Профилактической вакцины против этой болезни пока еще не разработано. Да и сам недуг до конца не изучен. Специфического лечения пока не разработано. Но мы применяем противовирусное лечение тоже, что действует на все вирусы. И в частности, те препараты противовирусные, которые действуют на лихорадку, на крымскую геморрагическую лихорадку. Инкубационный период опасного вируса колеблется от нескольких дней до двух недель. Симптомы – температура под 40, слабость, озноб, сильные головные боли и боли в глазах, а также чувство сильного напряжения в мышцах. Протекает болезнь, как всякая болезнь, от легчайших форм до очень тяжелых. 50% болезни лихорадки западного Нила протекает с менингитом. И очень редко даже с менингенцефалитом. Как же уберечься от заражения? Вопрос риторический. Сырость в подвалах и домах позволяет разносчикам инфекции жить в каждом доме. Более того, в каждой квартире. Так что в пору запасаться фумигаторами и прочими средствами защиты от комаров и надеяться, что беда все-таки обойдет стороной. Анастасия Дубас, Иван Иванков. Новости ВТВ.